Козероги, доброго времени суток! Меня зовут Ева Лекция, я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео хочу вам предложить Тороскоп на октябрь 2018 года. По традиции, карты вам покажут общую атмосферу месяца, а также события, которые наиболее вероятно отыграют в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно, либо продуктивно провести данный месяц. Работать я сегодня буду с Тороснов, вчера морчите, это для тех, кто интересуется, либо практикует Торо, так как вы мне часто задаете подобные вопросы, какие колоды я беру в работу. Ну а ваша задача расслабиться и настроиться на расклад. Напоминаю, что расклад выполняется для широкой аудитории, поэтому многим из вас необходимо смотреть Тороскопы. Не только по знаку своего зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Итак, общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает перевернутая восьмерка Пентакли. Но сама по себе ситуация, когда вы опустили руки, не хотите, скажем так, трудиться над собой, либо на этой ситуации, либо что-то менять в своей жизни. Когда вам проще пустить ситуацию на самотек. Потому что перевернутая восьмерка Пентакли, это когда вы от всего устали. Нежелание прогибаться под обстоятельства, либо что-то менять, это, знаете, вот все. Делать спустя рукава, как говорится, просто, чтобы переждать какой-то вот период. Также это карта материальных трат, либо материальных потерь. То есть, каких-то крупных покупок, либо в целом недополучение денег. Мы сейчас с тобой будем просматривать в целом. Но в основном карта говорит, если смотреть с позиции духовного, да, мира, о том, что вы не хотите работать и трудиться над собой. Что же в плане работы? В плане работы у нас падает перевернутая двойка кубков. Сама по себе ситуация разногласий, выяснение взаимоотношений, либо напряженной атмосферы в коллективе. Неважно, наемный вы работник, либо у вас собственное дело. Если на текущий момент вы безработный, то здесь нет перспектив, трудоустройство. То есть, месяц в этом вопросе для вас проходящий. И в целом, как говорит, может, знаете, сама ситуация для вас может быть в тягость, потому что работа для вас уже крайне напряженная. Либо атмосфера крайне напряженная. Это когда вы на работу ходите, как на каторгу. Потому у вас и падает перевернутая восьмерка пентак. Это желание послать все к черту, как говорится, и уйти в освояси. Давайте посмотрим, что же в плане финансов. Видите, перевернутый паж мечей. Перевернутый паж мечей – это материальные потери, либо материальные траты. С чем связаны? Либо здесь могут быть какие-то штрафные санкции на работе, либо связаны это с проверкой, когда вас, допустим, знаете, парируют тем, что недобросовестно сделано чего-то. Либо в целом работа, да, могут оштрафовать, там, лишить премии и так далее. Либо же в целом для вас также может проиграться, как ситуация увольнения и ухода по вашему желанию. Потому что либо вас не устраивает материальный план, либо не устраивает атмосфера в коллективе. И как следствие, вот у вас идут эти материальные потери. Так, что же с позиции здоровья? В плане здоровья колесница – это хорошее самочувствие, движение вперед, вы кипите энергией. Единственное, что здесь кипят эмоции, потому что колесница нас отвечает, да, вот рак. То есть здесь эмоции преобладают, возможно, они вам и дают такой вот накал страстей в плане работы, потому что все это бурлит, кипит, может, вам кто-то попал под горячую руку. Но, тем не менее, в плане здоровья у вас все хорошо. Здесь вы можете не переживать. Что же касается личной жизни, здесь у вас падает ситуация трудного выбора, особенно, например, если вы свободны, да, кого же выбрать из нескольких партнеров, с кем общаться и так далее. Или же в целом карта иллюзий, завышенных требований и каких-то мечтаний. То же самое касается личных, тех, кто стоит, состоит в паре. Карта иллюзий, либо вы иллюзорно воспринимаете своего партнера в розовых очках, не видите, например, истинного положения вещей, либо, наоборот, уже намечтали себе каких-то воздушных замков, а они под собой не имеют никакой почвы. Поэтому присмотритесь, будьте более реалистичны. И что же касаемо с позиции совета, вот здесь у вас падает перевернутый рыцарь Пентакли, ну вот сама по себе ситуация ступора. Возможно, вы хотите уйти, но, увы, завязаны финансово. Может, у вас есть какие-то финансовые обязательства, кредиты, выплаты и так далее, и вам это не дает перспектив. Месяц для вас, если посмотреть в целом, проходящий, пустой, у вас только один старший аркан. Все, что у вас будет сопряжено, здесь самые главные ключевые значения касаются финансов и работы. Это то, что вам нужно решить. Если смотреть с позиции совета, это тише едешь, дальше будешь. То есть не наломайте дров. Перевернутый рыцарь Пентакли – это карта скуки. Заедет, вот знаете, когда Зелбит, либо Зелла монотонная однообразная работа, когда вам хочется вырваться из этой рутины. Вот сейчас даже дотянем, что у вас здесь. Да, потому что, видите, перевернутое колесо фортуны, бег по кругу, одно и то же, одно и то же, вас эта ситуация утомила. Нет перспектив ни финансового роста, нет перспектив ни карьерного роста. Ну вот, понимаете, перевернутый суд, как говорит карта. Сама по себе ситуация, если смотреть в плане работы, это ситуация как вынужденного ухода, потому что вы понимаете, что все, вы здесь зависли, вы здесь застряли, перспектив здесь никаких. И, как говорит сама карта, ну, это застой. Это период неразберихи, путаницы. Здесь будут какие-то, вот, может быть, юридические вопросы, связанные с проверкой, да, вот период неразберихи. С позиции совета карта говорит о том, что, вот, что бы ни случилось, это закономерность. Вас это не должно пугать. То есть, какой бы характер не имели результаты, вы все равно уже сделали правильный выбор в собственной жизни, в жизни других людей. То есть, в связи, в целом, нужно положиться на свой жизненный опыт, на свою интуицию. Необходимо ждать позитивных перемен в судьбе. Но перевернутый суд очень часто указывает, знаете, как что, ситуация себя, особенно в плане работы, исчерпала. И вы, например, желаете перейти на другое. Так что, вот такая вот ситуация. Такой вот прогноз. Не могу сказать, что он негативен. Тем не менее, любые перемены в нашей жизни, они в любом случае благоприятные. Вы, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях, как у вас проигрался, либо не проигрался расклад. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. Ну, а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч!